Терпение и труд всё перетрут. Раз. Кончил дело, гуляй смело. Два. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Три. Работа не волк. Нет, нет, это не надо. Раздели беды работы на две основные группы. Удалённую работу и работу на месте. Если 10 лет назад за удалённую работу платили гораздо меньше, считая, что не появляющийся перед глазами начальника человек это ленивое и бесполезное существо, ненужное в принципе, то сегодня уровень зарплат удалёнщиков сравнялся, а благодаря пандемии, когда всех закрыли по домам, у каждой профессии появилась онлайн-версия, то есть многие деятельные люди, вместо того, чтобы сидеть на минимальном пособии, приспособили свою работу к реалиям современного мира. Думаю, что в ближайшие годы у многих появится понимание, что когда ты не привязан работой к какому-то месту, то жить в холодном промышленном городе менее интересно и полезно для здоровья, чем жить на море, а значит число экспатов во всех приморских городах мира значительно возрастёт. Поэтому тема должна быть ещё более актуальной на отрезке ближайших 3-5 лет. Начнём с работы в реальном секторе экономики Батуми, какая она есть для экспата, чем здесь можно заниматься и сколько за это платят, а потом уже перейдём к удалённой. Пойдём от противного и начнём с безработицы. Существует мнение, что в Грузии высокая безработица и из-за этого сюда не стоит ехать с целью работать. Другое мнение касается того, что без знания грузинского языка устроиться невозможно. И то, и другое правда, но лишь отчасти. Потому что, ну, невысокий уровень зарплат, он компенсируется огромным количеством незанятых ниш, где можно зарабатывать гораздо выше среднего по рынку труда. Безработица — это проблема государственного уровня, но я бы рассматривал её скорее с той стороны, что Грузия — это в значительной мере аграрная страна, и большая часть населения тут нетрудоустроена, так как в деревнях, например, просто ведётся подсобное хозяйство. Если рассматривать Грузию с точки зрения гастарбайта, то, конечно, это не имеет смысла, потому что неквалифицированный кадр без профессии, готовый работать здесь за ставку ниже, чем хочет местное население, он тут просто не нужен. Во-первых, ниже ставку опускать уже некуда, и, во-вторых, это бы повредило, в принципе, общей экономике страны. А вот профессионал, способный подвинуть стандарт какой-то отрасли вперёд, поднять там и уровни зарплат в том числе, он всегда нужен. Поскольку Грузия развивается, ей нужны руки, к которым приделаны мозги, если выражаться утрированно. Для официального трудоустройства иностранцу здесь не нужно каких-то специальных квот, особых заявлений от работодателя, то есть все бюрократические препоны, которые есть в России, Украине или в Евросоюзе, здесь, в Грузии, они сняты. Вопрос только в том, нужен ли данный конкретный человек экономике страны, и что полезного он может сюда привнести. Начнём с востребованных профессий в самом Батуми. Нужно понимать, что в ряде сфер экспат работу не получит. Устроиться чиновником или директором холдинга не получится. Без гражданства ключевые посты, которые могут оказывать влияние на страну в целом, недоступны. Это очевидно. Такие вакансии не раздают просто так, подобные места успешно занимают местные. Кроме того, чем ответственнее должность, тем в большей степени требуется знание грузинского языка, культуры, понимание проблем местного населения, патриотизм, наконец. В Грузии, кстати, это слово патриотизм, оно используется по назначению и означает любовь к родине. Говоря про работу по найму, в Батуми повторюсь, что существуют отрасли, где можно устроиться и без знания грузинского языка. Однако с перспективой его дальнейшего изучения. Например, туризм. Значительная часть туристов Аджарии, да и во всей Грузии, сегодня говорит на русском. Это русские, украинцы, белорусы, казахи, таджики, армяне, туркмены и другие представители народа, входивших в состав бывшего Советского Союза. А меньше туристов говорит на английском. Кто-то из приезжих знает турецкий и идиш, а последнее время популярным стал еще и китайский язык. Следовательно, гид, сотрудник туроператора или даже водитель экскурсионного автобуса могут начать работать без глубокого знания основного государственного языка, которым является грузинский. Потому что они на нем в процессе работы будут коммуницировать минимально. Кстати, для вновь прибывших в Грузии существует государственная программа изучения грузинского языка, и она бесплатна. Поэтому в ряде отраслей можно трудоустроиться сразу, а грузинский язык плавно подучить на отрезке 2-3 года. Неподготовленному зрителю грузинский алфавит кажется непреодолимым препятствием, но по факту он вполне укладывается в голове. Существуют некоторые особенности, вроде там трех разных звуков P или 2-K, но и они со временем начинают различаться даже на слух. Можно устроиться менеджером в туристическую компанию, занимаясь организацией туров, приемом или размещением гостей. И это трудная, но вместе с тем оплачиваемая сфера деятельности во все времена, кроме пандемии, конечно. Вы можете привлекать туристов в страну, возить туристов, кормить туристов, размещать туристов, принимать туристов. Главное, чтобы с этого платились налоги, и это никому не мешало. В Аджаре существует несколько десятков туристических компаний такого среднего размера. В них периодически присутствуют вакансии перед сезоном и даже после него. Когда наплыв туристов на море сокращается, в Грузии начинают работать горнолыжные курорты. Это более применительно, конечно, к Тбилиси, там рядом Гудаури и Бакуриане. Тем не менее, рядом с Батуми находится курорт Гудердзи, который также работает в зимнее время. А еще существует Саирме, он уже находится ближе к Утаиси, рядом с родным городом Владимира Маяковского. Для тех, кто не знает, Маяковский родился в Грузии, в городе Багдати. Видео о Саирме и Багдате есть на канале. Во всех остальных отраслях, так же, как и в туризме, нужно обладать неким преимуществом перед большинством местных соискателей, чтобы получить какую-то интересную работу. Если человек не может у себя дома устроиться на такую работу, то ехать за третий вид земель по этому поводу и вовсе не стоит. Уровни зарплат наемных работников в Грузии такие, что гастарбайтерам здесь точно смысла быть не имеет, как я уже говорил. Выбирая жизнь на море и работу по найму, вторая выбирается скорее ради того, чтобы окупать первую. Для карьерного роста однозначно подойдут какие-то другие города и страны. В профессии агента по недвижимости. Кстати, нет ничего плохого. Адекватный экспат вызывает у соотечественников гораздо большую эмпатию, чем местный житель и, обладая аналогичными навыками, продает лучше. Плохо то, что в эту сферу в приморских городах массово идут люди, которые ничего о ней не знают, не имеют соответствующей квалификации и порой настолько стеснены в средствах, что им приходится ввязываться в очень сомнительные сделки ради получения элементарных денег на пропитание. Риелтор-гастарбайтер – это довольно частая профессия в Батуми, и я не могу сказать, что такая профессия нужна в принципе. Я думаю, что в ближайшее время стоит снять какое-то более подробное видео на тему, как стать риелтором в Батуми. Мой предыдущий опыт работы в недвижимости, возможно, поможет тем, кто хочет изучить эту профессию, подойти к будущей работе как-то более профессионально и взвешенно. Надеюсь, это изменит уровень, в принципе, самой услуги на рынке в лучшую сторону. В данный момент, к сожалению, рынок этой профессии хромает, особенно вот в части земельных участков. Если контакт грамотного агента по новостройкам и вторичной недвижимости у меня есть, то подпрофессионала, занимающегося земельными участками, я за все годы так и не нашел. Хотя я искал активно, потому что и самому нужно, и видео на эту тему хотелось создать. В результате приходится изучать все вопросы касательно земли самостоятельно. Более подробно об этом можно посмотреть в видео «Хочу купить землю в Грузии». Кстати, еще раз повторюсь, я риэлтором не работаю уже более пяти лет, и в Батуми им не работал никогда, поэтому не сопровождаю сделки, не анализирую договоры и не занимаюсь подбором недвижимости. Просьба учитывать это при обращениях в WhatsApp, который указан под каждым видео. Контакт оставлен для коротких навигационных вопросов по каналу и по Грузии. Отмечу также, что риэлтору в Батуми грузинский язык более важен, чем специалисту из туристической отрасли, ведь приходится работать с документами. Обычно недостаточно хорошее знание грузинского языка разумные риэлторы компенсируют за счет сотрудничества с местным адвокатом или юристом общего права. Это правильно, и так оно в принципе и должно работать, то есть эта связка идеальна. Кроме работы риэлтора, в сфере недвижимости также можно устроиться по найму в отдел продаж застройщика. Это стабильный источник дохода в плане того, что у них у всех есть еще дополнительно фиксированный оклад. Как правило, застройщики в Батуми предпочитают иметь в отделе продаж несколько специалистов, знающих два и более языков, которые свободно общаются с разными покупателями из разных стран. Также у каждого застройщика в данный момент почти полностью отсутствует должность, например, СММ-менеджера, ну и ряда других вспомогательных профессий, и они только сейчас начинают приглашать людей на... Ну, опять же, очевидно, что отрасль строительства ремонтов находится на подъеме в городе Батуми. Как я уже говорил, в ближайшее время в городе сдастся более 35 тысяч новых объектов недвижимости. Все эти объекты нужно будет кому-то ремонтировать. Значительная часть из них проданы людям из стран с более высокоразвитой экономикой, чем Грузия. Это означает, что платежеспособность у них выше, чем у местных жителей, и у них более высокие стандарты в части материалов и технологий. Поэтому, если строитель или ремонтник — это человек с руками и головой, в Батуми он без работы не останется. Я наблюдал такие истории, когда экспат, приезжая практически на последние деньги в Грузию, за год получал достаточное количество работы, вот именно в стройке, в ремонтах, трудился и помогал, и все еще трудится и помогает отрасли развиваться, благодаря тому, что у него просто есть знания, которые востребованы на любом развивающемся рынке. Более того, наличие таких специалистов заставляет и местных работников активно обмениваться опытом и расти в профессиональном плане. Как я уже говорил, Грузию очень быстро учатся. А те, кто игнорирует появление новых технологий, как правило, остаются за бортом индустрии просто, ну и все. Изначально практически все батумские застройщики платят мало, есть такое мнение. Однако на деле строителям и ремонникам мало платят те, кто строит жилье эконом-класса. Чем выше уровень жилого комплекса, тем более квалифицированные кадры там требуются. Такая же ситуация и с подрядными организациями. Словом, кто хочет найти работу, он ее найдет. Кто не хочет, будет искать оправдание собственного бездействия. Любой легальный вид деятельности в Батуми, как и во всей Грузии, разрешен с учетом минимальных бюрократических требований, за исключением там нескольких сфер, подлежащих дополнительному лицензированию. Как зарегистрировать статус малый бизнес, я подробно уже описывал в видео. Как легально работать в или из Грузии, его можно найти на канале. Очень многие экспаты переезжают в Грузию, да и в другие страны к морю, в надежде открыть там малый или крупный бизнес и жить на доходы от него. При этом во внимание редко принимается, кем был человек у себя дома. Почему там вчерашний монтажник натяжных потолков в Украине должен завтра стать директором крупной строительной фирмы в Батуми? Ответ простой. Не почему. Если у человека нет четкой отработанной модели бизнеса, реализованной там у себя на родине, развить что-то после переезда к морю шансов еще меньше. Они есть, но их меньше. Для того, чтобы делать выводы о возможностях, нужно проводить маркетинговый анализ, собирать сводную статистику по рынку, о платежеспособности, вообще объеме товаров и услуг на этом рынке, в каждой конкретной отрасли, проводить конкурентный анализ. Да много чего нужно делать, что, кстати, является вот частью моей профессиональной деятельности. Правда, я работаю там за пределами, Грузию удаленно. И вот только после получения четкого, подкрепленного цифрами плана имеет смысл что-то открывать. Более того, у самого идеального плана должны быть просчитаны не только риски, но и способы преобразования бизнес-модели таким образом, чтобы вот в самом худшем случае бизнес не прогорел, там принося убытки, а преобразовался в какую-то иную, отличающуюся от первоначальной модель. Недостаток планирования – это основная причина, по которой 90% открывшихся бизнесов закрываются через год. А если добавить к этому еще и переезд на море, то цифра вполне себе увеличится до 95%. Все еще хочется иметь свой бизнес на море? Основная надежда, которую люди питают, открывая бизнес в Грузии – это отсутствие здесь коррупции, административных барьеров и низкие налоговые ставки. Все это так, но ведь это подспорье для рабочей модели бизнеса, а не единственный определяющий фактор. Несмотря на все трудности, я говорю про сезонность или невысокий уровень дохода местного населения, несмотря на это все, экспатские бизнесы в Батуме существуют, и существуют они на равных правах с местными бизнесами. И нормы прибыли здесь не хуже, в принципе, чем в любой другой стране. Более того, поскольку рынки там еще только развивающиеся, здесь есть возможности делать на какие-то отдельные группы товаров и услуг более высокие наценки, чем в Германии или в Канаде. Вот в качестве примера можно привести из работающих бизнесов в Батуме дизайнерское ателье, работающее комплексно с бригадами строительного подряда, ряд кафе и ресторанов с хорошим уровнем сервиса, танцевальные студии, агентства недвижимости, компании, занимающиеся экспортом грузинской продукции по всему свету. Кроме вина, например, кстати, особенно в мире ценятся грузинские специи, ну и другая сельскохозяйственная продукция. Это все экспатские бизнесы, они существуют, они работают. Субтитры создавал DimaTorzok Было бы неправильно говорить, что бизнес-экспатов чем-то лучше локальных. Я бы разделил по другому принципу – жизнеспособные бизнес-модели и нежизнеспособные. Однозначно люди, которые приезжают в Грузию, привозят с собой какие-то новые технологии. В этом их преимущество, и благодаря этому они двигают отрасли вперед. Но рассчитывать, что в местной конторе вам сделают дешевле, или в экспатской фирме вас обслужат лучше – это в корне неверно. Это такой развитый стереотип достаточно, и на эти грабли наступают периодически все. А любой бизнес, существующий больше года и не прогоревший, просто имеет ряд своих конкурентных преимуществ. Грузины охотно обмениваются опытом с белорусами, украинцами, русскими и сами делятся своим опытом. Поэтому каждый выживший в Батуми бизнес – это скорее отражение потребностей потребителей и услуги, а не той локации, где родился его основатель. Поскольку Батуми развивается, и на ПМЖ сюда стремится все больше людей из стран с более развитой экономикой, то в целом покупательская способность в городе год за годом скорее растет, чем падает. И это хорошо. Наиболее интересная, на мой взгляд, тема для жизни и работы на море – это работа с использованием сети интернет. Еще 5-6 лет назад таких людей называли интернетчиками и зависливо смотрели им вслед. Невозможно не оценить саму возможность перемещать свое рабочее место за собой по всему миру. Хороший интернет делает любую точку на земле, пригодной для удаленной работы. Как правило, выбирают, конечно, места, где тепло и есть море. Ну и по возможности еще Хачпури. А и Грузия – одна из них. Хотя в Тбилиси есть целое сообщество экспатов, тоже они предпочитают жизнь в горах с краткосрочными поездками на море. Ну, кому что ближе, да, как говорится. Если вы хотите уехать на море и работать удаленно, то совсем не обязательно осваивать какую-то новую и, возможно, непонятную для себя профессию. Обычно так вот повально делают все, так делать не нужно. Пандемия коронавируса, когда все сидели по домам, научила множество людей, привязанных к рабочему месту, работать удаленно. Фитнес-тренеры стали вести тренировки через видеосвязь. Большинство офисных работников неожиданно обнаружили, что могут выполнять свою работу прямо из дома. Это серьезный скачок для человечества и, пожалуй, один из самых положительных побочных эффектов коронавируса. Потому что мы были вынуждены учиться работать удаленно. В период коронавируса даже актеры научились координировать съемки фильмов из разных локаций, а затем сводить все воедино. Кстати, наиболее интересный пример — это сериал «Постановка», снятый англичанами в 2021 году. Потрясающая актерская игра. С учетом всего вышесказанного, я считаю, что человеку, который хочет переехать на море, вовсе не обязательно изучать новую профессию. Достаточно проявить смекалку и упорство, чтобы трансформировать свою текущую работу в онлайн-формат, как, например, сделали некоторые бухгалтеры из Москвы и Московской области. Они перестали арендовать офисы, а весь документооборот перевели в электронный вид. Но если уж прям не втерпешь освоить какую-то новую онлайн-профессию, то давайте посмотрим сначала, чего совершенно делать не стоит. Не стоит искать работу в интернете по ключевому запросу «Работа в интернете». Можно найти все, что угодно, но не источник заработка. Будут попадаться биржи рабского труда копирайтеров, лохотроны по выкачиванию денег, инфо-цыганские курсы, предлагающие пройти путь от ничтожества до бога всего за 9 990 рублей. В общем, как бы это парадоксально не звучало, но наиболее очевидный поисковый запрос не поможет ни в чем, кроме траты некоторой, иногда очень крупной суммы денег на очень сомнительные мероприятия. Поэтому этого делать точно не стоит. Однозначно не стоит становиться пионером в отраслях, которые были и остаются флагманскими в интернет-работе. Я говорю о том, что не надо становиться менеджерами соцсетей, дизайнерами, преподавателями языков и других онлайн-курсах. Я откровенно не советую рассматривать арбитраж трафика, копирайт без специализированного образования, программирование на классических платформах. Все это очень активно сейчас предлагают изучить с помощью платных курсов люди, которые торгуют этими самыми обучающими курсами. По сути, нужно понимать, что если на эту тему появился обучающий курс, то конкуренция в нишу уже настолько нагрелась, что пробиваться к месту под солнцем будет очень-очень трудно. Это не означает, что невозможно, но путь будет тернистым, без опыта. Единственное, чем можно будет привлечь заказчика в этом случае, это неприлично низкая цена. А значит, даже если удастся найти работу по этой отрасли, по этому направлению, она будет настолько ничтожно оплачиваема, что проще пойти работать в офлайне. А как же быть и кем тогда стать в онлайн-индустрии работы? Ответ очень простой. Для начала нужно оценить себя, свое образование, свои способности и навыки. После этого рассмотреть список профессий, которыми люди с подобными критериями занимаются в офлайне. Даже проявить немного смекалки и фантазии, преобразовав свою физическую профессию в удаленную работу. И можно приступать к труду. В любой профессии есть бесконечное количество мелких ниш, за которые специалисты высокого уровня не берутся и которыми не интересуются. Благодаря такому достижению человечеству, как интернет, можно получить на свой запрос бесконечный поток заказчиков со всего мира, если своевременно и адекватно оповестить их о том, что эта работа теперь делается быстрее, качественнее, дешевле. Главное, ее делает конкретно человек. 10 лет назад, например, маркетолог не имел права не появляться в офисе компании. Считалось чем-то крамольным даже отчасти ересью говорить об отсутствии на работе. Бухгалтер подлежал анафеме и проклятию до третьего колена, если он осмеивал или волосы работать из дома. Сегодня большинство продвинутых бухгалтеров контактируют со своими заказчиками по электронной почте и с помощью мессенджеров. 90% маркетинговой составляющей бизнеса перекочевали в интернет, и онлайн-витрины заменяют торговые площади. А трафик в поиске и социальных сетях в десятки раз выше, чем пропускная способность даже самых крупных торговых центров. В общем, надеюсь, что убедил. Но где искать заказчиков на такую работу? Например, в тематических сообществах и в социальных сетях. Если вы делитесь таким образом результатами своего труда, это привлекает профессионалов, которые с удовольствием отдадут часть своей рутины новичку. Особенно, если будут понимать, что этот новичок специализируется как раз в узкой тематике. Например, проектировщик, специализирующийся на схемах электроснабжения или водоснабжения коттеджей, будет гораздо более востребован в интернете, чем его коллега, проектирующий коттеджи под ключ. Во-первых, потому что людей, которые занимаются конкретно электро- и водоснабжением, их гораздо меньше. Соответственно, конкуренция в нише гораздо ниже. Плюс у него потенциально могут заказывать разводку электрики и воды, те же самые проектировщики, кто проектирует коттеджи целиком под ключ. Или, например, юрист по административным делам всегда найдет себе подрядную работу у адвоката общей практики. А еще к этому же юристу по административным делам с гораздо большей долей вероятности обратятся люди, имеющие перед собой задачу решить именно трудовой спор, потому что он более узко тематизирован. Ну и так далее до бесконечности. А еще есть одна тема, связанная с удаленной работой, это работа на финансовых рынках. Модель вот у многих людей в голове такая, что перееду к морю, стану классным трейдером. Более того, это абсолютно не связанное друг с другом понятие. Я имею в виду переезд к морю и торговлю на финансовых рынках. Не имеет значения, говорим мы о классических инструментах, таких как акции на рынках, или мы говорим о криптовалютах. Это примерно одинаково в этом случае. Освоение данной профессии трейдинга, спекуляции на финансовых рынках занимает несколько лет жизни. Рассчитывать на нее как на источник основного дохода после переезда смысла особо не имеет. Это, конечно, не касается действующих трейдеров с успешными рабочими стратегиями, которые выдержали три и более лет работы на финансовых рынках. Ну вот финансовые рынки как источник основного дохода с первого дня жизни можно расценивать только в случае, наверное, если вы извлекаете доход не из колебаний цен, то есть не из спекуляций, а из околорыночной индустрии. Там тоже трудится достаточно большое количество специалистов, начиная от маркетологов и копирайтеров, заканчивая специалистами службы поддержки крупных брокеров. Кстати, работа в службе поддержки любого бизнеса – это тоже один из довольно распространенных видов работы. Например, в Индии за последние 20 лет поднялись целые корпорации, которые обслуживали колл-центры США, Канады и других англоговорящих стран. Это, пожалуй, все, что я хотел сообщить о работе в Батуми. Если у вас есть интересные дополнения удаленных профессий или профессий, которые освоились после переезда в Батуми, будет интересно прочитать об этом в комментариях. Большое спасибо за внимание. До встречи на море. Субтитры создавал DimaTorzok